Вот какая реакция будет к Кировоградску-Крапивничам. Зараза, она рядом. Пошел. Нормально. В общем, надежд у меня, честно говоря, мало. Потому что терпилы в Кировоградской области. Потому что привыкли ждать... Привет, это я, Андрей Богданович. Это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И это мое субъективное личное мнение. Сегодня темы такие. Плиты, деньги и наезд на депутатов на областной сессии. Прозоро назвала имена тех, кто замешан в воровстве взлетки Кропивницкого аэропорта. Ну и теплая ванна для нардепа от «Слуги народа» Никиты Патураева. Что вам сказать за коронавирус? Я, например, на прошлой неделе был в Кропивницком. Ходил на муниципальный рынок, ездил в маршрутках, в троллейбусах. И впечатление не очень. Ну, как сказать не очень. Кропивничане безответственное. Дальше некуда. У нас, например, в Киеве переполнена Александровская больница. Она уже не принимает больных с коронавирусом. И если вы думаете, что коронавируса нет, или он, этот коронавирус COVID-19, не хуже, чем грипп, то вы глубоко ошибаетесь. Коронавирус есть, и это не грипп. Далеко не грипп. Но большинство людей, которых я видел, такое впечатление, что они просто ни во что не верят. Так вот нет никакого коронавируса. Это политика тобой придуманная. Большинство людей, которых я видел на муниципальном рынке, да и в маршрутке, если и носят маски, то где-то на подбородке. В лучшем случае. А что вы там защищаете? Где? Что вы там защищаете? Что я защищаю? В смысле? Ну не знаю, это то же самое, когда джинсы немножко свисают, и копилочку видно. Ну а дезинфектор на рынке я видел только один. Продавцы нагружают, а покупатели набирают руками клубнику вообще, без, не то что резиновых, без любых перчаток. В маршрутке, как я и говорил, то же самое. Единственное, что в троллейбусе более-менее был порядок, за которым следила контролер. Что должно стать причиной того, чтобы люди наконец-то задумались о серьезности коронавируса? Неужели 600-700 человек в день этого мало? Кстати, в нескольких интервью у меня были в гостях вирусологи, они говорили, что, мол, с наступлением жары ковид пройдет. Не прошел. 30 градусов жары для коронавируса так, пху. Мало того, в Кропивницком вспышка коронавируса в мэрии. По информации СИБН, заваляли сотрудник земельного управления и начальница отдела молодежи и семьи Людмила Дорохина. Но они, во всяком случае, не опровергли эту информацию. Берегите себя, кропивничане. Зараза, она рядом. И на этом фоне еще и медикам в Кировой области такие не доплачивали деньги. Инспекторы областного управления Дэшпрати проверили 21 больницу области и в трех в Кропивницком, в Александрии, Светловодске доплачивали, но с нарушениями. И это тоже показательность. Общая такая безнаказанность. Дело воровства плит со взлетной полосы в Кропивницком аэропорта не утихает. Центр медиарасследований Прозора на этой неделе назвал фамилии тех, кто засветился так или иначе в этом скандальном деле. И, как оказалось, впервые эти плиты пытались украсть еще в 2016 году. Неизвестные вывезли плиты, которые были на балансе у облгосадминистрации. Тогда все это происходило быстро. Бывшая теперь облгосадминистрация быстро сработала с полицией. Было проведено расследование. Полиция открыла даже криминальное производство. Областная прокуратура даже заявила, что огласила подозрение. Дело дошло до суда. И все. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Прозора называет имя обвиняемого. Это некто Игорь Викторович Дубовик. Он сговорит с чиновниками из областного управления капитального строительства и представителями, тут, конечно, внимание, украино-российского предприятия «Кристалл» незаконно завладел аэродромными плитами. Вот так бывает в нашей стране. Как еще не с самолетами. Кроме того, по иронии судьбы, Дубовик – соучредитель межрегиональной общественной организации, внимание, комитет по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. А за плиты со взлетки судился с украино-российским предприятием торгово-производственная группа «Аватар». Учредителями там числятся, значит, Борис Маламотвич, Вячеслав Шамилов, у них регистрация в Кропивницком, и два человека из России – Михаил Никитин и некто Леон Жоржуани. Шамилов, между прочим, числится еще соучредителем «Селемаш Солар», еще один соучредитель этого предприятия Николай Онл. Да, так вот, покупателям плит, кому же действительно не понадобились эти плиты, числится некто Игорь Любанчук из Кропивницкого, но на нем, как пишет ресурс Прозора, нет никакого бизнеса. Мало того, на полном тезке этого Игоря Любанчука висит долг. Это какая-то мутная история в стиле кировоградских делков. Ну, вот, то земля через там третьи руки уходит на лесопарковые, то тендеры выигрывают какие-то непонятные фирмы через подставных, то плиты вот со стратегического объекта продаются непонятным людям через фирму, которая связана с Россией. Я даже не представляю, когда вся правда о кировоградских мутках когда-то вылезет на свет. Вот какая реакция будет к кировоградску кропивничам? Мне интересна реакция жителей Кропивницкого, но я уверен, что местные, так сказать, бизнесмены очень усеркопозычаты не будут, потому что у них девиз типа «А шо, нормально?» Потому что кропивничане и жители Кировоградской области частично тоже несут ответственность за все это, потому что они позволяют это делать, выбирая людей, которые давным-давно известны своими подкупами, например, по криминальными или откровенно криминальными делами. Голосуемо, не по приколу. Потому что терпилы в Кировоградской области, потому что привыкли ждать, когда приедет барин и разрулит. Ну а по взлетке очень интересно, вот прокуратура теперь же еще раз, я так понимаю, доведет дело до суда. И будет ли он этот суд в нашем государстве с такой новой властью? Кстати, вопрос плит рассматривали и на сессии облсовета, даже прокурор Алексей Тубелец выступал. И вот депутата Погребнюка заинтересовал вопрос, а есть вообще надежды, что плиты вернут? А между прочим, этих плит 200 штук, и каждая из них стоит 10 тысяч гривен, а это все вместе 2 миллиона гривен. Так вот, прокурор ответил, что не может ответить точно внимание, потому что воры тогда перепрячут плиты. Вот это поворот! Я думаю, воры уже перепрятали плиты, как только поднялся шум в СМИ. Или перепродали их как землю третьим особом в лесопарковой. Схема-то известная. Ну, в дополнение начальник полиции Роман Козяков заявил, что плиты сейчас ищут, но глупо было бы еще вообще не искать их. В общем, надежды у меня, честно говоря, мало. Но иногда, чтобы раскрыть такие специфические кражи, помогает его величество случай. Так что если вы в другой области или в Кировоградской вдруг найдете такие странные длинные бетонные плиты, звоните Козякову. Вполне возможно, именно вы раскроете преступление. Ну, как вы поняли, там областная сессия в Кропивницком прошла на этой неделе. Депутаты приняли изменения в бюджет. В основном пострадали историко-культурные проекты и образовательные. Их финансирование урезали там на 2 миллиона гривен. Кстати, это та же сумма по поводу бетонных плит из Кропивницкого аэропорта. И срезали, кстати, финансирование аппарата Кировоградской облгосадминистрации на 1 миллион 160 тысяч гривен. Наверное, поэтому и появились строки на странице, фейсбук-странице первого зама Баланя Игоря Кузьмина, что, мол, облгосадминистрация проанализирует, как депутаты придерживались рекламента во время вынесения вопросов на голосование изменений в бюджете. И внимательно посмотрит, у кого там есть конфликт интересов. И такой девиз, значит, бюджет должен оставаться вне политики. Ну, тут Кузьмин немного перестарался, потому что, во-первых, само заявление, что облгосадминистрация тут будет присматривать за депутатами, уже можно расценить как давление на этих депутатов. Во-вторых, это странная фраза «бюджет должен быть вне политики». Да у нас вся политика в стране вокруг бюджета. Сейчас нардепы от «Слуги народа» просто смеются над Кузьминым. Бюджеты вне политики. Мол, человек вообще не в теме. Но никак, бюджет без политики и без коррупции. Правда, выход есть. Выборы новые. Вы прекрасно знаете, что в России произошло с Михаилом Ефремовым. Смертельное ДТП там забрало жизнь человека. Ефремов был пьян, вину признал и записал видео, где раскаивается и говорит, что Ефремова больше нет. Кому-то жалко российского актера, кому-то нет. Это личное ваше или мое мнение и отношения. Но я до сих пор не увидел в Кировоградском интернете продолжение от другой. Пусть она вроде как и не связана с пьянством, но смертельной истории. Той истории, где машина секретаря горсовета Андрея Табалова вылетела навстречу и в лобовой аварии убила четверых людей, в том числе и ребенка. Я не видел вот такого же видео, как у Ефремова. Видео с извинениями от водителя, некоего Клима Скибицкого, как передают надзвучание новой на канала ICTV. Человека с богатым криминальным прошлым и настоящим, а по словам Табалова, добрым знакомым его жены. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Почему-то в нашей стране как-то не принято каяться за убийство на дороге. Сможет ли уйти от ответственности водитель Табаловской Тойоты? Не знаю. Историю могут просто замолчать, спустить на тормозах и так далее. В нашей стране это бывает часто. Поэтому о них нужно говорить, чтобы помнили, и таких аварий желательно, чтобы их просто не было. Но это же еще не все про аварии. А буквально на этой неделе 20-летний пьяный в стельку парень покатался по ночному Кропивницкому, побил несколько машин, еще и протянул на капоте полицейского, который хотел его остановить. Вот откуда берутся такие идиоты? В общем, если вы выпили, что хотите, делайте, но не садитесь за руль. Не убивайте людей. Нифига себе, в Кропивницкий приезжал сам Никита Патураев, народный депутат от «Слуги народа». Ну, его часто называют куратором, даже смотрящим от «Слуги народа» за Кировой Радской области. Вероятно, решалось, кто возглавит областной штаб «Слуги народа» на местных выборах. Потом оказалось, что это Александр Нануца. Но в любом случае, визит такого гостя – это особенное событие. Патураева я увидел на ТТВ-канале, который связывает с депутатом курсовета Игорем Волковым. Я так понимаю, городом или городскими слугами заведует именно он. И что сказать Патураев, как человек, который связан с пониманием технологического телевизионного процесса, должен оценить это интервью. Во-первых, технически это было с размахом. Постоянное эхо, откровенный монтаж. Четыре вопроса ведущие за 21 минуту интервью. Вот вначале мы слышим первый вопрос и... Как вам особисто працюется в таких умовах? Нам нужно было очень в терминовом режиме працювать необходимые законы, которые уже действуют. Потому что на самом деле экономическая кризис – внутренний туризм. До речи, она обслуживает всех, кто... На седьмой минуте 40 секунд интервью Патураев заподозрил неладное. Он попросил прощения. И продолжил. Второй вопрос прозвучал вообще на девятой минуте. В общем, как я уже сказал, было четыре вопроса. Ответы были дежурными. Вот, кстати, Патураев решил перечислить депутатов от Кировоградщины. Дуже потужная команда. Александр Дануцца – это Игорь Мургий, это Юрий Кузьбит, значит, також Олег Тарасов, який за списку, але він с Кировоградщины, поважная тут родина, великий бизнес. Він також уйшов. И Богдан Турахтій тоже. Ну, думаю, сейчас же вспомнят о Воронько. Он же засветился. Он же офигительно, как говорит Патураев, потужен. Об этом говорит его декларация. Воронько задекларировал 123 миллиона гривен налом. Вы представляете этот объем денег? Вы когда-нибудь видели 123 миллиона гривен налом? Где Воронько хранит эти деньги? В каких купюрах? Может, это в монетах? В сберегательной кассе. Ну, нет, Патураев сначала забыл вообще Воронько, но вдруг вспомнил. Да, я, до речи, забыл пригадать у Лего Воронька, я как раз там убирался. Вин теж в районной Раде. Ну, как же можно забыть Воронько, который отличился раньше тем, что, когда баллотировался, записал себя временно безработно. А потом рассказал, что не понимает, как жить на депутатскую зарплату, потому что тратит по несколько тысяч долларов, по-моему, если не ошибаюсь, в день. Но потом задекларировал эти 123 миллиона гривен. Кстати, выборы партия «Слуга народа» по словам Патураева начнет с девизом «Сви за свого, за свое». Вот «Сви за свого, за свое». В принципе, это и понятно. Каждый депутат «Слуги народа» «Свое» и «Свого» будет защищать. Тут надо понимать, не ваше, а «Свое». На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще. Я надеюсь, и ситуация с коронавирусом, и погода на Кировоградщине. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok